Всем привет, мои дорогие! Ну что, у нас сегодня с вами распаковка. На самом деле я эту распаковку уже дома-то распаковала. В начале месяца, получается, где-то заказ был отправлен в конце прошлого месяца, и в начале этого месяца пришла посылка. Вот. Но какое-то видео я просто сняла, значит, вот там буквально с первого по пятое число. Потом у нас пропал бриллиант, потом мы его вернули, потом мы лечили. В общем, вот это вот всё было. Такая вот трагедия. Короче, было не до этого. Дело в том, что уже месяц стоит, а у нас же такая вот эта вот, знаете, блогерская вот эта вот ерунда, что, ну, надо показать распаковку, вот это всё. Вот, значит, и здесь на самом деле есть даже аромат новый, нераспакованный. Честно говоря, у меня было и не до него. Да и сейчас бы он и стоял, и стоял. Ну, просто уже думаю, надо, всё это, просто коробка тут стоит, надо выкинуть. Вот. Ну, и в целом давайте как-то немножечко отвлечёмся, да, и поговорим на нашу любимую тему, на тему парфюмерии. Как вы поняли или не поняли, это распаковочка с сайта RANDEVU, RANDEVU.RU. Это сайт косметики и парфюмерии. Сейчас на сайте, просто на сайте, на всём, огромная распродажа. Это осенняя распродажа, просто там супер цены, супер скидки. И распродажа сейчас идёт на аромабоксы до 40% скидки. Это я, кстати, недавно доставала Том Форд. Я тут на днях выгуливала белые пачули. Осталось мне совсем чуть-чуть, может, сегодня вечером добью. Вот, решила добить полностью этот аромабоксик. Такой классный аромабокс, плотный картон. Здесь у нас, значит, три магнита. Очень классно всё закрывается. На подарок вообще супер. Так что вот такие вот аромабоксики. Сейчас на них скидочка до 40%. Сайт внизу в описании под видеороликом оставлю, да. Ну, RANDEVU.RU, все знаете. Плюс есть мой личный промокод, моя личная скидка. Это 10ESU. Она даёт тоже 10% дополнительных скидку. 10% эта скидка суммируется как раз-таки со всеми скидками, акциями на сайте. То есть и осенняя распродажа, и на аромабоксы распродажа. Всё вместе это суммируется. И сегодня, 24 числа, день бренда, в общем, мне кажется, в этом месяце, наверное, или может быть в том, в том числе, RANDEVU молодцы, ввели такие ещё дополнительные скидки. Это день бренда, часто бывает. Так вот, сегодня день бренда Миколев, и на этот бренд ещё дополнительно до минус 45% скидка. Проходите, смотрите, плюсуйте с моей скидочкой. Кто любит этот бренд, бренд, конечно, нишевый, дорогущий. И вот, может быть, именно сегодня стоит его и заказать, потому что очень классная цена будет. И 31-го, 10-го тоже будет день бренда. Это Вильгельм Парфюмери. Также до минус 45% скидка. Вот, что ещё хотела сказать. Всегда RANDEVU нам кладёт в подарок, ну, вообще два пробника. Но в этот раз у меня было три, и в прошлый раз было три. Поэтому, ну, два точно будет, три не обещаю, да, но два пробничка точно будут. Вот у меня два пробника Ангелин. Всё, складываю, складываю, как-нибудь снимем видеообзор на бренд. Ну, у меня две хотелки так точно, три. Три хотелки так точно есть от бренда Ангелин. Вот, так что у меня два пробника от Ангелина положили. Сейчас покажу, вот, чтобы вы видели. Раз, два, и вот такой вот ещё пробничек. Ну, минимум два пробника, так скажем, да, три не обещаю. Значит, сайт RANDEVU всегда в любом заказе нас радует. И здесь есть у нас ещё такая пометочка. Это про... Получите на счёт бонусные баллы за оставленный отзыв. Конечно, бонусные баллы нам начисляют за покупку. Ну, и также ещё больше баллов мы получаем за отзыв за каждый продукт, который мы приобрели. За каждую, каждую позицию. Так что мы оставляем отзывы, копим, списываем. Их списывать можно в ноль. Очень-очень выгодно. Итак, мои дорогие, давайте начнём с Роберто Ковалли. Я взяла уценка. Это не тестер. Частенько там можно купить уценку. Я тут уже что-то оторвала. Давно уже просто у меня лежит. Значит так. Роберто Ковалли Just Woman. Туалетная вода 75 мл уценка. То есть это просто парфюм. Ну, что-то случилось с коробкой. И вот продают за дёшево. 3 500 рублей без скидок 10%. Представляете? Ну, честно признаться, я уже один раз или два наносила этот аромат. Я очень люблю Роберто Ковалли. Я одно время прям покупала много-много-много. Ну, как, каждый раз практически что-то брала от Роберто Ковалли. В этом месяце носила этот ароматик. Будет в конце месяца чем пользовалась. Ну, и, в общем, решила вот этот взять. Мне нравится его оформление. Здесь, значит, естественно, принт такой змеиный. Да, вот здесь на колпачке у нас находится. Так, это железо. Железо. Ну, он не очень такой увесистый. Знаете, у арабов по увесистей. Но всё-таки железо. Это тоже у нас железо. Очень всё красиво сделано. Вот. Что по аромату? Насколько вот я несколько раз только, да, им воспользовалась. Я могу вам... Я ещё потом буду разнашивать. Я вам расскажу. Ну, то, что я услышала в этом аромате. В нём есть очень красивая сладкая пудровость. Мне кажется, здесь есть просто какие-то Нироли, Нироли. Я вам сейчас быстренько покажу, на что похож для меня аромат только в более разбавленной Тиаре Нироли. Ну, там, наверное, да, и Нироли, и Тиаре. Интенс Тиаре Монталь. Так вот это... Кто знает, о чём речь? Вот это как будто немного разбавленная версия. Да, здесь белые цветы. Да, здесь... Ну, как будто бы вот Тиаре я воспринимаю как Тиаре, как что-то отдельное. Такое сладенькое и чуть-чуть припудренное. Здесь есть в аромате и белоцветочное. Ну, в общем, красивый достаточно аромат. Я покупала его, заказывала вслепую. Вот. Не знаю, если... Ну, всё-таки они, конечно, отличаются от Монталь, но что-то схожее. Вот эта нота Тиаре, она там очень явная, просто доминирующая. И она очень похожа. Поэтому я не знаю, если бы я знала, заказала бы я или нет. Нет, возможно, да, во-первых, дёшево, стойко, шлейфово, красиво. Ну, такой вот классный родной аромат. Немножечко уходовых каких-то ноток проглядывается в аромате. Но в целом он такой цветочно-сладко-припудренный про Тиаре. В первую очередь для меня про Тиаре, кстати. Вот. Классный аромат. Пользовалась несколько раз. Ну, и уже оставлю до конца месяца. Буду уже дальше им пользоваться, потому что всё-таки уже и пользовалась. Вот. Потому что посылка долго лежала, а хочется что-то, что-то. Вот, например, полностью флакон как бы открыть, да, вроде хотелось вместе с вами. А здесь он был так запечатан, что можно достать, пшикнуть и обратно положить. Вот, значит. Что ещё, девочки? Джилет Хезеган. Прекрасный бренд. Это, конечно, считается нишевый бренд, но это не, как её называют, не всратая ниша, да. То есть такое новое определение странной ниши. Вот. То есть это не та ниша, которую невозможно носить, в которой тебя зафукают, да. В которой стыдно выйти на улицу. Ты просто это воспринимаешь как какой-то арт-объект, какую-то картину, что это классно и интересно сделано, но, в принципе, это не носибельно, да. То вот это всегда всё носибельно, классно, вкусно, незамудрённая парфюмерия. И главное, что цена просто супер. Цена очень-очень привлекательная. Значит, 50 миллилитров, 5700 минус 10 процентов. Посмотрите, как круто. Ну, давайте, девочки, откроем. Значит, у меня только один флакон есть. Москов Мюль, по-моему, у меня есть в полной версии. Ну, и дальше я несколько уже по 8 миллилитров взяла ранее. Вот, наверное, три парфюма по 8 миллилитров. Но я прекрасно для себя делаю вывод, что эту парфюмерию можно брать сразу флаконами. Вот мне всё нравится. Не нужно брать по 8 миллилитров, потому что чаще всего, когда я беру 8 миллилитров, я понимаю, что, блин, надо было брать флакон. Так, мы с вами откроем. Вот так всё это сделано. Здесь это не бархат, на ощупь как бархат, но это как такой пенопласт такой специальный, такой мягкий, тонкий-тонкий. Ну, пупырочки такие вот тоненькие-тоненькие, как бархатные, да? И вот здесь, смотрите, какой красивый флакон. Я так понимаю, здесь аромат про грушу. Pearl Ink про грушу. Грушу я люблю в парфюмерии, поэтому, конечно же, с удовольствием заказала. Сейчас будем разнашивать. Первый раз тестирую. Мне кажется, как-то у меня засвет идёт. Нет, вам не кажется? Здесь уже прям железная, тяжёлая крышка. Так, куда наносила? Положила рядом, представляете, блотер и один просто от одного сразу пропах другой. И непонятно, куда наносила. Берём чистый блотер. Вот так вот. Ну, кстати, пшик сразу пошёл. Хотя парфюм был запакованный. Так, это груша. Это, конечно, не очень зимний, я вам скажу, аромат. Знаете, почему? Потому что есть мыльность, есть какая-то свежесть, чистота, цветочность и груша. Ну, в принципе, сама груша, яркая груша, очень-очень яркая груша. В принципе, сама груша обычно в парфюмерии это что-то полупрозрачное. Да, это даёт отголосок фруктовости, но это не насыщенно, это не сладко, не ярко всегда. Здесь груша довольно яркая. Здесь и цветы яркие такие, чуть-чуть мыльные даже, я бы сказала. В общем, такое интересное. Но это всё моё, я такое люблю, конечно. Но, в принципе, груша всегда в плюс-минус похожих композициях. Я не помню, не припомню никакой композиции парфюмерной с грушей, чтобы это было, там, я не знаю, пачули, груша, ут, вот что-то такое, да, там, карамель. Хотя груша ваниль ещё бывает, кстати. Мне нравится сочетание груши с ванилью, да, кстати. Но, в основном, это такое что-то цветочное, лёгкое, такое летящее, жизнерадостное, немножечко с чистыми мыльными такими кристальными нотками. И вот эта прелестная груша. Груша здесь великолепная. Возможно, даже одна из лучших груш, которые я, кстати, слышала. Она здесь прям ярчайшая груша, красивая. Пока это не какой-то там, я не знаю, просто именно груша. Ну, это парфюмерная груша, это не варенье из груши, это не что-то такое тяжёлое, нет. Это не лимонадная груша, кстати, да. Здесь очень много цветов. Они такие очень летящие, озорные и немного освежающие, молковатые. И потрясающая груша. Девочки, какая молодец, что я взяла в руку. Боже мой! Я думаю, что мужу очень сильно понравится. Он, кстати, любит грушу, видимо. Я очень ещё, кстати, люблю грушу магнолию всё вместе. Откуда у меня мушки? Очень красивый аромат. Возможно, и магнолия, кстати, здесь есть. Ой, классно. Я, наверное, в конце видео надушусь этим парфюмчиком. И ещё что вам хочу показать, девчонки. Так, ну, в общем-то, эти пробники от Ангелин мы как-нибудь в следующий раз, да, с вами рассмотрим. Коробочка идёт у меня на выброс. И здесь ещё я заказывала одного араба. Это Ла Таффа Рагба. Я один раз тоже им пользовалась. И, наверное, мы отдельно тоже рассмотрим. Я ещё прикупила несколько флаконов арабских парфюмчиков. И мы, наверное, отдельно рассмотрим в отдельном видео про арабов, да. Но я вам уже несколько раз рассказывала такой лайфхак, что именно на сайте Рандеву очень выгодно покупать пробники, потому что они там, именно на арабскую парфюмерию, они там супер бюджетные, супер дешёвые. На Валберес вы такой цены не найдёте. На Валберес продаются от Леванты. 3-5 миллилитров, которые стоят 200-300 рублей. Это вообще невыгодно, учитывая, что там флакон 1200-то стоит, да. А вот именно пробник, а мне хватает пробника, пробник очень выгодно покупать именно на сайте Рандеву. Девочки, ещё один аромат Джулет Хезеган – это липстик Февер. Я помню, давно я заказывала аромабокс именно Джулет Хезеган, Джулета с пистолетом. И я потом его подарила. Я помню, что мне понравился вроде бы липстик Февер. Но я читаю отзывы, и все пишут, что это аромат губной помады. Почему я его не взяла в полном объёме? Хотя на данный момент я уже понимала, что всё, что от этого бренда, нужно брать во флаконах. И, значит, меня вот смутили вот эти отзывы. Практически все пишут, что это аромат губной помады. Я, ну то есть это было где-то год назад, когда я тестировала, может даже больше, может даже полтора. Я не помню, чтобы я в этом аромате слышала губную помаду. Поэтому я решила всё-таки не рисковать и заказала 8 мл. Я не слышу здесь никакую губную помаду. Выгуливала уже раза два. И вы сейчас удивитесь, чем пахнет для меня этот аромат, например. Он фруктовый, он классный, он позитивный, он более весёлый, чем этот, потому что он такой красненький, он такой ягодный. Я здесь слышу вишню, просто вишня. Нет здесь вообще намёка на губную помаду. Я пошла на фрагрантику, я перечитала уйму комментариев, и все, 99,9 человек слышат здесь губную помаду. Но мне, видимо, повезло, поэтому вот этот аромат всё-таки тестируйте. Но один комментарий я всё-таки нашла, где девушка пишет, что не слышит никакую губную помаду, и услышит вишню. Я думаю, слава богу, я не одна такая. То есть у нас как минимум две, которые слышат здесь какую-то такую вишнёвость. И знаете, я бы даже его, я ещё буду разнашивать, ещё потом вернёмся, поговорим с вами, может быть, про бренд отдельно с ними. Всё-таки у меня уже, не знаю, там три или четыре миниатюры и два флакона уже есть, да, о чём поговорить. Но для меня это как будто Tom Ford Lost Cherry, только разбавленная раза в три. Такая летняя версия Tom Ford Lost Cherry. Конечно, отличаются какие-то компоненты в этих ароматах, но вот эта вишня, она мне напоминает. И какая-то, может, даже есть припудренность, что-то в этом аромате такое есть, знаете, как будто бы ментальная пудрочка вот здесь есть. И вот мне напоминает, я вот в нём была, ездила в этом аромате, я понимаю, что вот у меня ассоциация с Lost Cherry Tom Ford. Только такая вот летняя версия, понимаете? Однозначно, флакон, просто необходим флакон, классный. Не только летний, конечно же, он не супер прозрачный, он имеет вес, он имеет шлейф, он хорошо звучит. Ярко достаточно, но всё-таки никак, да, Tom Ford. Ну, я не знаю, самый оригинал, говорят, тоже такой компотик. Ну, вот у меня в аналогах есть, там, допустим, в шейке, там... Откуда практически зимой мошка в доме? Ну, понятно. Вот, значит, причём здесь, где парфюмерия, где нет ни еды, вообще ничего. Вот, значит, абсолютно точно к флакону. Обожаю, люблю, а теперь даже не знаю, чем бы надушиться. Ну, ладно, этот у меня здесь немножечко есть. В нём есть мягкость, в нём есть не то чтобы косметичность, какая-то кремовость. Чуть-чуть есть, но она перекрывает... Вот эта вишня, вишня, она перекрывает всё. То есть здесь в основном я слушаю вишню. Такая красивая, классная вишенка. Вот, ну, прям мне очень понравилось. Однозначно, когда-нибудь возьму. Там, ноябрь, декабрь, январь, да хоть летом. То есть когда-нибудь возьму. Вообще, наверное, нужно мне как-то фокус на Roberto Cavalli, на Juliette Hesgan, на какие-то бренды, да, которые классные, стойкие, шлейфовые, красиво звучат ароматы и ценник хороший, да. Не вот что-то там по 12 тысяч, да, а вот что-то, ну, какое-то более приземлённое с нашими-то ценами, да, девочки. Всё-таки хочется что-то купить. Это вроде бы и ниша, и красиво всё. Но я нанесу вот этот аромат всё-таки, эту красивую грушу. Буду её разнашивать, потому что всё-таки я в ней первый раз. И, по-моему, даже в Aroma Box этот был аромат, кстати, тоже. Но я его не заценила. Как-то так мне. Но я помню, что мне как раз понравился больше всех Lipstick Fever. Потом мне ещё MMM понравился, но тоже для меня, понимаете, я читаю отзывы, все пишут, очень сладко. Для меня вообще, ну, сладенько, но не очень сладко. Ну, то есть здесь уже всё индивидуально. Возможно, мой нос уже настолько видел сладостей и каких-то таких более тяжёлых ароматов, да, что меня, в принципе, уже, наверное, ну, не удивишь. Хотя ещё можно удивить, слава богу, я ещё удивляюсь. В общем, прекрасный аромат. Вечером буду мужа встречать в нём и спрошу, что она в нём думает. Но по моим впечатлениям, это как раз то, что ему понравится. Вот, и я думаю, что это будет очень шлейфово. Вот этот вот цветочность, такая чуть мылковатая, но она такая вот прям летящая. Скорее всего, именно из-за неё будет просто великолепнейший шлейф. Так что у меня новый флакончик, полный размер. Очень нравится вообще этот бренд в целом. Вот, не знаю. Я коробки храню пока что из предыдущего, но там у меня 100 мл был флакон. Мы его брали сразу из расчёта на двоих поделить, да, так скажем. Кстати, вы тоже так можете сделать. С какой-нибудь подружкой купить флакон и определиться, кому нужен флакон, а кому можно отлить в 20-30 мл. Да, всё это продаётся. Атомайзеры вы такие вот покупаете. Мы тоже брали 50 мл и отлили как бы. Всё прекрасно. Вот, так что это будет ещё выгоднее, да. Такой вам лайфхак. Ну, я так иногда делаю, да. Вот. Классный парфюм. Ещё хочу. Ещё хочу. И мне кажется, он такой вас не задушит, и людей никого не задушит. Хотя, в принципе, он... Ну, он слышимый, но это не тяжёлый такой, да, угнетающий парфюм. Он прям такой хорошенький. В офис, куда-то на свидание. Вот. Прекрасный такой ароматец. Классный. И на все времена года. Он и на лето подойдёт, и на зиму он будет прекрасно звучать. Я думаю, что он будет таким... В мороз он будет более таким каким-то кристальным, хрустальным, возможно. Вот. Прекрасный всё, в общем. Наконец-то мы с вами сняли эту распаковочку. Я, как всегда, ещё раз повторно делюсь с вами своим промокодом. 10 ЕСЮ. Вот. Если у вас будет какое-то желание пойти, что-нибудь себе взять и себя порадовать на сайте, то, пожалуйста, не забывайте про мой промокод. Поддержите меня. И, кстати, пишите. Может быть, вы что-то в этом месяце заказывали, что заказали и использовали ли вы мой промокодик. Спасибо, мои дорогие, за просмотр этого видео. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok